Друзья, добрый день, на связи Максим Петров и рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о формировании инвестиционных портфелей. Давайте поговорим с вами сегодня по поводу того, что происходит с рублем, до каких значений он может упасть, почему он укрепляется, до каких значений, почему никто не реагирует, почему не вмешивается государство для того, чтобы стабилизировать курс. Смотрите данное видео обязательно до конца, потому что я думаю, что у вас будет очень много новых открытий и инсайтов, что же происходит на самом деле сейчас на валютном рынке и на что обращать особое внимание для того, чтобы покупать или продавать валюту в настоящий момент. Итак, поехали. Друзья, ну что ж, вот в этом видео я рассказывал, почему происходит укрепление рубля. В двух словах, краткое резюме, что происходит. Императивными мерами регулирования Центральный банк очень сильно увеличил объем предложения валютной выручки на территории России и сократил спрос. То есть физическим лицам с долларами делать нечего, экспортеры продают очень много, импортеры не покупают и на этом фоне мы видим некое такое падение курса национальной валюты. Вторым фактором, который на это влияет, является то же самое обстоятельство, тот же самый фактор, который привел к тому, что курс сначала вырос до 120. Так называемый демпфер, который был у Центрального банка в виде золотовалютных резервов, которым он мог управлять валютным курсом, то есть это большая подушка кэша, который Центральный банк может взять, продать, может взять, купить за рубли доллары, если вдруг большое предложение долларов, и эти доллары разместить опять-таки на курсчетах американских банков. Что произошло? Средства заблокированы. Если Центральный банк опять-таки сейчас, да, ну то есть мы говорим, ребят, какие проблемы, напечатайте рубли, купите валютную выручку у экспортеров. Ну, во-первых, это приведет к разгону инфляции, во-вторых, та валютная выручка, которая перейдет со счета экспортера на счет Центрального банка, куда перейдет на счет Центрального банка? Счет Центрального банка в валюте заблокирован. Центральный банк не может напечатать деньги для того, чтобы купить валюту у экспортеров, потому что его счета заблокированы. Он не может как забрать, так и новое туда что-то разместить. Где он эти доллары тогда будет хранить? Поэтому получается, что с позиции вот этого демпферного механизма, который был у Центрального банка для того, чтобы таргетировать курс, он утерян, доступ к нему утерян, да, и поэтому у тебя начинаются такие всплески бешеные, да. Куча бежащих людей за покупкой валюты, экспортеры не продают, цена взлетела, да, то есть ты не мог предоставить достаточное количество долларов на продажу, чтобы курс не взлетел. Сейчас обратная ситуация. Экспортеры продают, импортеры не покупают, физические лица понимают, что если они даже это купят, что они с этими долларами будут делать. И поэтому получается, что в такой ситуации возникает обратная ситуация. Почему мы идем значительно ниже, да, то есть первый фактор, потому что доступ к золотовалютным резервам по-прежнему закрыт. И риск Центрального банка по-прежнему присутствует, что если он сейчас начнет делать какие-то валютные интервенции, если у Центрального банка рубли есть, в конце концов можно напечатать. Но вопрос в том, что если вы их напечатаете, передадите экспортерам, вы что с этой валютной выручкой, Центральный банк, вы сами что с этой валютной выручкой будете делать? Резервы хранить? Поэтому это непонятно. Второй момент. А так ли плохо укрепление рубля в настоящий момент, что, как мне кажется, преследует сейчас монетарные власти? Первая очередная задача – это погасить инфляцию. То есть доля валютной составляющей в инфляции, я уже неоднократно об этом говорил, достаточно высока. То есть если у вас станет крепкий рубль, то импортные товары будут стоить дешевле. Количество рублей, которое нужно будет потратить на то, чтобы купить импортные товары, потребуется меньше. Но с какими мы сложностями опять возникаем? Какие-то импортеры совсем ушли, особенно иностранные компании. Российские компании, которые занимаются импортом, ну с Азии как везли, так и продолжают везти. С недружественных стран импорт встал. Что нужно сделать? Нужно сделать компании-прослойки, которые находятся в так называемых нейтральных странах. Не просто сделать, да, то есть зарегистрировать компанию в Казахстане, в Азербайджане, в Индии, да. И не просто в одной стране какую-то сделать, а сделать цепочку компании-прослоек для того, чтобы избежать вот этих вот вторичных санкций. Чтобы не быть обвиненными в нарушении этих санкций и не подвергнуться какому-то давлению. Это не один месяц, эти логистические цепочки нужно простроить, эти доставки нужно организовать. На первых порах физически нужно сначала, я не знаю, из Европы закупить товар в Турции, потом из Турции отправить этот товар, я не знаю, в Казахстан, потом из Казахстана отправить куда-нибудь в Армению. И в Армению уже напрямую ввести этот товар на территорию России. То есть у вас увеличивается количество посредников, цепочек вот этих вот логистических, чтобы запутать, ну чтобы сложно было быть обвиненным в нарушении санкционных мер. Количество цепочек увеличивается, а везде платить надо доллар. То есть когда вы таким образом сейчас не воздействуете на валютный курс, вы вот этим вот импортером, да, вы им позволяете вздохнуть, вы им даете время наладить эти логистические цепочки, захеджировать свои валютные риски через покупку валютных свопов, через покупку фьючерсов, захеджировать именно возможные будущие укрепления доллара. И таким образом настроить вот эту вот логистическую цепочку. Какая цель? Сдержать инфляцию. То есть таким образом у импортеров снизится стоимость товаров, и у вас может опуститься инфляция. Опустится инфляция, вы имеете возможность опустить процентную ставку. И это одна из причин, вот в этом видео про недвижимость, почему на нее падет цена, я говорил, почему я считаю, что недвижимость будет падать в цене. Потому что замедлится инфляция, замедлится инфляционное ожидание, реальные располагаемые доходы у населения не увеличатся, и это окажет давление на рынок недвижимости. Краткосрочно при этом можно говорить о том, что лето мы, скорее всего, будем находиться в диапазоне по доллару в районе 50-60 рублей. Вот диапазон, в котором может торговаться сейчас непосредственно доллар. Третий момент. Почему курс сейчас выгодно держать на низких значениях? Как мне кажется, сентябрь-октябрь месяц будут решаться вопросы по выходу нерезидентов из российских активов. Это как акции, так и облигации. Соответственно, если дать нерезидентам выходить при высоком курсе, ну, допустим, 80-90, все-таки, что бы то ни говорили, количество нерезидентов, которые владеют акциями российских компаний и облигациями российских компаний, достаточно высокое. Если они начнут распродавать российские активы и продавать рубли, покупать доллары и доллары выводить с российского рынка, то это может оказать вот такое очень негативное воздействие. Причем продавать они будут по любым ценам в рублях, покупать они доллары будут тоже по любым ценам. Им нужно ликвидировать позицию. Эти позиции в финансовой отчетности у этих компаний, у нерезидентов, они уже зафиксированы. То есть они в финансовой отчетности отразились, и эти активы для них в отчетности стоят ноль. Поэтому, если они продадут даже хотя бы за 10% стоимости, они будут хлопать в ладоши. Чтобы вот этот массовый выход нерезидентов не сказался негативно на курсе рубля, потому что он автоматически за собой приведет к тому, что курс доллара растет. И все вот эти вот инфляционные риски с налаженными длинными логистическими цепочками опять могут привести к высокой инфляции в стране, что не требуется. Поэтому эффект базы, с которой нерезиденты начнут покупать, он, соответственно, будет сохраняться. Одно дело, они начнут выходить из российских активов при цене доллара 90-100 и разгонят его до 150. И совсем другое, когда они будут выходить по цене 50 и разгонят условно до комфортного курса 85-90. Это вот тоже очень важный момент. Это вопрос переговорный. Будет он решаться? Когда он будет решаться? По моим прогнозам, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, решаться будет в конце сентября, начале октября месяца. Вот там, соответственно, вопрос с выходом нерезидента будет решаться. Будет это делаться как-то постепенно, опять-таки, на условиях дискретного аукциона с какими-то ограниченными лимитами по выходу, чтобы, опять-таки, не привести к резкой стабилизации курса. И, опять же, нужно понимать, что это будет только лишь в условиях ослабления санкционного давления. Как минимум, разблокировки золотовалютных резервов. И здесь, в этом случае, мы можем опять обратно вернуть себе вот этот вот демпфер, про который я говорил в начале. То есть, мы говорим, ребят, окей, давайте мы вас выпускаем, не вопрос, разблокируйте средства центрального банка, мы будем выпускать ваших нерезидентов. Будете по частям ослаблять, мы по частям будем выпускать резидентов. Полностью нам разблокируйте, в принципе, мы вас в течение месяца, не вопрос, мы тогда вас выпустим. Но тогда вы должны понимать, что это не скажется прям таким мощным укреплением доллара, да. Потому что, опять-таки, у центрального банка тогда появится снова обратно в руках этот инструмент демпфера, да. То есть, у него 300 миллиардов долларов демпфера, помимо положительного сальдо торгового баланса в 300 миллиардов долларов. То есть, совокупно получается порядка 600 миллиардов долларов будет достаточного капитала для того, чтобы это не привело к курсу, там, опять, 120, 130, 140, 150. Комфортный курс все равно сейчас, при текущих условиях, он все равно находится на уровне, там, 85-90. Резюмируя по поводу того, что же происходит, да, то есть, происходит, дают возможность вдохнуть импортерам. Низкий курс, опять-таки, держится для, как некий такой инструмент разменной монеты в дальнейшем, обмена золотовалютных резервов российских на российские активы, которыми владеют нерезиденты. Ключевая цель в коротком промежутке времени повлиять на инфляцию не через повышение процентной ставки Центрального банка и удержание ее, там, на значении 20%, а через ослабление курса доллара по отношению к рублю. Чтобы импортная составляющая в инфляции имела не такого негативные последствия. Чтобы инфляция перестала расти, чтобы инфляция перестала замедляться. Но долгосрочно, это уже совершенно другая история, поэтому я призываю подписываться на мой телеграм-канал, где я оперативно говорю о том, что лично я делаю со своим инвестиционным портфелем, что я делаю с валютой, по каким уровням, ссылка ниже под данным видео. И могу призвать еще раз подписывайтесь на канал, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. Буду держать вас в курсе. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»